Приветствую всех славян и флексеров на этом канале. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру сталкерзов в Припяти. У нас сейчас очень ответственное задание. Мы выжидаем группировку наемников, которая должна встретиться с посыльным, которая передаст им информацию о лаборатории. Нам нужно устроить тут диверсию, чтобы при заходе в лабораторию Х8, да и в принципе в Припяти, наемники нам не мешали. К сожалению, в прошлой серии мне не удалось выполнить эту миссию, потому что вот эти деревья очень сильно мешали. Но сейчас я нашел выход, как это сделать, как ликвидировать хотя бы одну из сторон. Так, здесь должен появиться их главарь, он должен выйти из-за деревьев. Вот он. Отправляйся на Фиаткак. Отлично. Мы ликвидировали их главаря. Скорее всего, посыльный не придет, но как минимум мы дестабилизировали наемников на этой территории в принципе. То есть обрезали им конкретно возможности. Так. Придет ли кто-нибудь еще сейчас? Или все? Первая цель потеряна. Отлично. О! О! Нихера! Вот это что было сейчас? Почему меня... Что это за звук был? Вы это видели? Я услышал звук, и меня вырубило. И тут появились какие-то документы. А что это за документы? Поизделие 62. Документация, в которой описан принц Провоты. Электромагнит установки. Документацию необходимо вернуть в лабораторию Х8. Оставишь сам КБО. ЛЕБЕДЕВ. ЛЕБЕДЕВ. Это тот самый ЛЕБЕДЕВ, который... Который из чистого неба? Так. Тут вроде остались придурки. Но трупы их должны были остаться. Остались. Хочу утонуть их, посмотреть, что у них тут интересного лежит. Так. Вот, собственно, сам КОМАНДАНТЫ. Ничего интересного, кроме патронов. Но гранату можно взять. Психоделинчик. БЛЯТЬ. Вот это мне не нужно. Но только патроны. Патроны мне понадобятся вот эти. Да. Отлично. Гранаты пока... Их, в принципе, достаточно. Гранатомет я, может быть, и взял, но... Не знаю. Ай, БЛЯТЬ. Всё, не могу теперь. Гранатомет тяжеловат будет. У меня, в принципе... В принципе, есть возможность... А, один снаряд взять с собой? У меня просто гранатомет есть на Скадовске. И на какую-нибудь из миссий его взять. Так. Здесь какой-то кейс должен быть. Сейчас мы его возьмём. Где он там есть-то? Ага, вот он. Всё, отлично. Относим кейс на Янов. А, это надо будет в принципе отнести. Ругер GP-100. О, что-то интересненькое. Так. Лаборатория Х8. Найти документ. А, то есть у нас сейчас миссия на этот... На Х8. Ага, пропавший часовой. Это ещё одна задача. Но сначала я отнесу вещи в этот... В прачечную, чтобы не бегать с ними. А то, блядь, перевес. Так. Внутри кейса находится разобранный Ругер GP-100. Ммм. Интересная игрушка. Это я выложу. Под такую грустную музыку он тут... Рассказывает о проблемах. Сержант, не ссы, братан. Всё норм будет. Эх, скукотища зелёная. Какое тут всё... Одинаково хреновое. Бля, это... Это не... Это на самом деле... Девиз некоторых людей по жизни. Ну что ж. Мы теперь облегчены. Да. Ну, некоторые вещи я не выложил. Но похуй. Сейчас время отправиться... На территорию. На территорию. Хотя... Нет, я всё-таки выложу, наверное, оставшиеся вещи. Уже ближе к лаборатории. Там увидимся. Я хочу довыложить, чтобы у меня меньше 90 килограмм было. Ну или 90. Потому что если там артефакты будут или какие-нибудь остатки животных, то имеет смысл их здесь оставить пока что. А, патрошки. Какой истерический смех такой. Пиздец, педняги. Мискабы копчёного сейчас. Мискабы, да уж, дружочек. Мискабы. Фистинговый сейчас за 300 баксов. Некоторые его скоро уже получат. Патройты я оставлю. Их можно подкопить постепенно. Так. Это я выложу. Это оставлю. Это оставлю. Это, в принципе, выложу. Остальное... Остальное... Остальное смысла нет. Ну, я думаю, и так сойдёт. А вот, что мне как-то рассказали. Так, всё. Найти документы. Полетели за документами. Так, тут рядом с базой какая-то сучка на меня напала. И причём это, похоже, монолитовец. Ну и чё ты тут делал, придурок? Зачем ты пришёл вообще? Пошёл вон. Хай, тоже мне. Странно, что такая маленькая группа напала. Я думал, там будет какая-нибудь толпа. Ну, ладно. Надо признать, с этим модом растительности здесь стало больше. Из-за чего Припять, вот, выглядит более заброшенной, что ли. Да. Природа поглощает остатки цивилизации. Это выглядит интересно. Чё-то тут по дороге зомбированные какие-то попадаются. О, беседка. Блин, прикольно. Как будто вернулся в какой-то старый подмосковный городок, типа Рязани. Только это не Рязани. Так. Интересно, Сайгу имеет смысл юзать? А может быть, просто пистолет взять? Посмотрим сейчас. Если это зомбированные, то им и пистолета хватит. Сейчас посмотрим. Здрасте. А где тут спуск? Какое чудное место. Уютное. Только бы... Сразу тут артефакты есть. Ага, артефакты есть. Где артефакт? Там я. О, генгинап. Ну, так оси артеф... Ух ты, ебать. Ещё один. Так, так, так. Его я возьму. Не обессудьте. Я засниму это. О-о-оу. Ау! Где этот пидор? А, он в кустах. Ёпта. И ещё один где-то здесь. Нифероятно. Так. А, он наверно наверху. Да, наверху. Пока меня не запалили. Ну что ж. Прикольно так. Одну руку отстреливаешься, другой собираешь артефакты. Откуда ты пси нашмаляешь? Ебать. Это что за цирк? Вы на кого, блядь, залупаетесь? Я сейчас вам это самое каминг сделаю. Чувствую себя боссом этой качалки. Молодой человек. Ебать. Так. Вот это оружие, мне не нравится его звук. Его стоит опасаться. Прикольно так, да? В одной руке у тебя... Ебать, жопа. Хуёво. Ты откуда стреляешь, крыса? Я тебя достану сейчас, я отъебу. Фигни, блядь, откуда они шмаляют? Ёбки. Шёл нахуй отсюда, блядь. Всех отъебу сейчас. Ебать, тут бой... Бойк... Ебать, сайга! Автоматчики, пидорасы нахуй. Хер вам, блядь. Как их много тут. Ух ты ж, ебать. Стечкин просто чудовище. Единственный минус. Патроны у него улетают просто неебенной скоростью. Приляг, блядь, отдохни, урод. Ух, сколько я их тут завалил. Нифига себе, блядь, попёрли, ребята. Уроды, бля. Ничего, ничего. Сейчас я вам спэнкинг такой устрою. У меня сайга ещё осталась. На вас всех хватит, уродов. Любителей спэнкинга. Ну чё? Ух, нормально так. Просто одной рукой из-за пистолета. Ну, главное, в голову целиться. Но, конечно, патроны улетают пиздец. На эту красоту. Хотя бы радуют патроны эти попадаются часто. Так вот, набрал, с десяток трупов обобрал и всё. У тебя есть пистолет. Для пистолет, точнее, патроны. Вроде, в каком-то количестве. Так. Спуск имеется вот здесь. Но я хочу сначала забраться наверх. Есть ли тут ещё придурки? Вот этого я не утонул ещё. Ага, отлично. Так, тут что-то должно быть, по идее, да? Может, вот здесь? Тут очень много где-то аномалий. Мне кажется, на верхнем этаже. Судя по тому, что оно шумит. А, это самое. Ага, на верхнем этаже. Ха! Надо как-то ещё выше добраться. Ага, вот здесь лестница. Понятно. Так. Ёп твою! Ух ты, сука! Он сайги прям мне в упор. Псина, блядь. Монолит, это проблема. Пиздец. А! Пошёл вон. Пошёл вон отсюда, блядь. Уёбок. Сакшен тебе полагается. А, их тут... Их тут двое, блядь. Сука. Суда, блядь. Так, сейф-поинт, детка. Так, думаю, фонарь мне будет мешать. Прикольно. Так. Артефакт ещё выше, вероятно. Отсоси. Чё-то это как-то жёстко. Вам не кажется? Этот Стечкин ебёт как чёрт. Пиздец, блядь. Я хуеваю с него вообще. Не, конечно, и расходуется пиздец, как патроны у него. Но с другой стороны-то... Ну, сейчас у меня улетят патроны, я думаю, которые у меня остались там. Где артефакт-то? Так. Потому что они не находятся. Они либо ниже, либо выше. Посмотрим. Пока тихо. Здесь тоже подъёма нет. Наверное, спуск немного с другой стороны. Всё-таки здесь фонарь лучше включить. Так. Здесь пусто. Здесь... Всё по старинке. Ничего нового не вижу. Кроме этих даунов. Да. Хера ли они тут делали, эти монолитовцы. Так. Ааа, как въебал-то, блядь. Пидрила. Вот здесь уже придётся использовать нормальное оружие. Ты не скроешься от двух монолитов. Ха. Неожиданно они вылетели. Думаю, ещё... Если он поломается до середины, можно будет ремкомплект использовать. Мда. Стечкин всё-таки можно использовать, но опасно. Опасно, потому что... Пока ты будешь отстреливать их, вполне вероятно, что... Сакшен к тебе придёт. Всё, мы это выбрасываем. Да, оружие это дерьмовое стоит копейки. Типа... Он эффективен против мутантов, Стечкин. И... Если ты их держишь на дистанции противников, и тебе не нужно прям долго их убивать, наоборот, тебе не нужно их в момент убить моментально, там, в эту секунду. А здесь, когда против тебя люди с автоматами, лучше, конечно, использовать мощное оружие. Так. Это, вероятно, их босс в DSG. Только пошёл он в жопу со своим разъёбанным автоматом. Так, сбили меня эти дауны, но я уже зачищу эту местность, потому что если монолитовцы эти припрутся вместе с другими придурками... Чё я буду делать? Носом клевать? Да сейчас. Нет уж, спэнк я всем сделаю. Всем. Всех обеспечу фистингом и сакшеном. Вот это место уже интересно. Уй, там. Куда пошёл, блядь? Я тебя сейчас жопу оторву. Лежать. Ещё один гандон. Уй, ёбок. Достану и башку оторву. Лежать. Псы. Вот здесь прям аномалии просто жопой жуй. И они рядом. Так. Здесь уже надо осторожно. Здесь я бы стечкин использовал. Не настолько близко, что ли? Неужели здесь ещё один этаж есть? Мне кажется, что да. Где-то здесь ещё подъём есть на верхний этаж. Ну ладно, сейчас заберёмся, посмотрим. Только сначала зачистим все комнаты. Броник пока держится. До 50% не нагнулся. Так, что у нас тут? Просто пробитая комната. Ничего интересного. Так, ребята. Забираю я ваш лут, пожалуй. Некоторый. Наемник Барчук. Нашёл аварийный генератор на шестом. Убил два часа, чтобы привести его в более-менее рабочее состояние. Стоило бы попробовать запустить. Только Сербин запретил что-либо делать, пока сам не приведёт людей. Здесь есть генератор. Ага. Мы не зря сюда поднялись. Всё-таки. Эй, спенкеры. Как дела? Я пришёл к вам. На вечеринку, блядь. А, всё равно бы мне пришлось сюда прийти. Ради генератора. Так что... Вот я и, собственно, и нашёл. Искомое место. Ну, слушай, не зря мы решили зачистить монолитовскую шваль. Оно того стоило. Мало того, что мы зачистили их сразу, мы ещё и вникли в... в этот самый... в то, что... а-а-а-а-а-а-го генератора нет. Это очень хорошо. Хороший артефакт попался, вроде бы. Ай, блядь. Вот сейчас мне лучше бы... Сейчас мне лучше бы принять. Ебать. Аж пить захотелось персонажу. А воды у меня не шибко много. Но есть пока. Пара бутылочек есть. На самый худой конец хватит. Not bad. А я могу подняться? Так. Ага, звук генератора идёт отсюда. Понятно. Отлично. Отлично. Мы... Что там... Ага, он пока держится. Единственное, что все показатели провисли. Но меня это не останавливает. Потому что у меня очень мощное оружие. Очень мощное. Так. Я думаю, падать отсюда идея не самая хорошая. Сейчас попробуем спуститься. По возможности. Где-то здесь должен быть спуск. Так. Наверное, вот здесь. Вот ниже уже как раз-таки пойдут другие вражины. Вот этом я не сомневаюсь ни... Ни капли. Так. Мы добрались до первого этажа. О! Мы нашли вход. Ранг повышен плюс 12. Интересненько. Что же дальше будет? Слушайте, вот честно, я забыл даже про то, что там был генератор. Я просто увидел, что там можно зачищать. И я просто пошёл. И не зря пошёл. Так. Значит, здесь нужно быть осторожней. Я предполагаю, что имеет смысл использовать Сайгу. Потому что она очень быстро может наносить высокий урон. Ну что ж. Жаль, что это единственная лаборатория в Зооприпяти. Очень жаль. Хотелось бы больше таких моментов. Ултергейсты, как же без них-то, ёпта. Ай. Так. Здравствуйте. У нас тут кто-нибудь есть? В гостях? В гостях, правда, только я. Пока что. Я вместо этого ещё лутанул с детектором, как бы. Хотя я могу сразу посмотреть, есть ли тут что-то. В ближайшем радиусе нет. Но не исключено, что что-то есть. Я помню, что в этой лаборатории обитают бюреры. Такие замечательные маленькие гондоны. Ай, блядь. Я, по-моему, их и слышу. Добрый вечер. Я пришёл к вам. Почему никто меня не встречает? Где все спэнкеры? Не самому же мне себе спэнкинг делать, знаете ли? Так. Мне кажется, здесь появляются неписи. Хорошо, что пока что у меня не сильно нагнулся мой комбез. Он хоть от радиации защищает. Так, вот это вот уже проблемка. Где-то здесь обитает этот мудила. И он довольно больно бьёт. А это что такое? Блядь, это аномалия. Ой, ебанат. Ладно. Ебанат Иваныч. Я должен найти здесь больше. Может быть, здесь доки есть какие-то, что-то. Так, ладно. Сейчас перемотаем до места, где я уже... Хотя... А может и не мотать. Тем более, что очень возможно, что я сейчас что-то найду. Подожди-ка. Спасибо, сэр. Ничего здесь нет, да? А для чего этот спуск? Может, здесь что-то есть особенное, кроме аномалий? Так... Ну, здесь-то должно быть что-нибудь. Не-а. Что? Нахуя я сюда залез? Ну, вообще-то... Тут реально ничего нет, да? Действительно. Так, будем истыкать тогда... Опять это говно. Пошли в задницу. И не дружу с этим полтергейстом. Я его найду и... Опять кок натяну свой. Говнюк. Ох, я тебя достану. Ох, достану. Ох, башку я тебе отверну, говнюк. Блядь. Ну, давай без... Без вот этого всего дерьма! Должен заметить, здесь довольно темно. Я, кстати, сейчас на самый верхний этаж поднялся обратно. Полтергейста пока найти не могу. Я шел по этому входу в первый раз. Теперь иду по этому. Так... Сюда бы я не совался. Сегодня ничего особенного. Здесь какой-то спуск. А тут у нас... Нихуя. А тут у нас... Тут нас нашли наши... Собственно, местные жители. Которые где-то прячутся и не хотят со мной... Встретиться. Я знаю, кто это. Вот эта штука. Я не хотел бы, чтобы меня пизданул холодильником. Очень не хотел бы. Так... А здесь есть что-нибудь интересное? Нет, здесь нет ничего интересного. Вау, здесь дверь какая-то. Только здесь чисто туалет какой-то просто. Здесь ничего особенного нет. И... Плач ребенка затих, когда я вышел. Так... Это уже интерес. Ай, блядь, похоже, я все-таки упал в эту дыру. Так... Здесь есть кто? Это же Лебедев. Наш старый добрый Лебедев. Тот самый, который... Из чистого неба. Значит, он все-таки связан был с этими... Лабораториями, со всем этим дерьмом. Надо же. Так... Блядь... Что, сдохни ты уже, а? Черт подери. Бля... Где этот урод летающий? Я его достану. Достану и башку ему сверну, блядь. Уебку. Ага, я вернулся. Так, ладно. Вероятно, нам сюда. Но, рай, это здесь далеко неспроста. Так, здесь мы были. Надо еще ниже. Так я только что и был тут, да. Ладно, сейчас буду разбираться, а то я тут долго буду шнырять. Так, я нашел здесь какую-то книжку. Покинуть подземный комплекс для продолжения поиска документов. Похоже, что вот эта книжонка, это было единственное, что нам нужно. Но я так и не встретил бюрера. Ну, потому что вот эти звуки, это бюрер. Я знаю это. Я просто это знаю, блядь. Насколько я помню, он умеет подделывать... Хотите, как сказать, свой голос, он может имитировать своим голосом другие различные звуки. Так что вот этим звуком маленького ребенка он решил нас завлечь. Блядь, да что ты будешь... Где этот гандон? Слушайте, ну неужели я уйду, не убив бюрера и полтергейста? Камон. Это было бы слишком грустно. Так, я тут обнаружил дверь. Ау! Ебать, тут летает какая-то хуйня. Это аномалия. Твою мать. Ладно. Да отвалит от меня. Что это за место такое? Еще документ. Тут можно продолжить поиски. Я обнаружил какую-то секретную дверь. Ебать. Неожиданно, тут есть секретные двери, в которых всякая документация. Вот что я взял. Тетрадь с записью об эксперименте. Описание по направлению воздействия псиполем на объект, который находится в двум полушарии земли. Ага, получается сигнал с искажениями. Так. Я хуй знаю, откуда берутся эти летающие говнюки. Но честно, они меня уже раздражают. Я пока не нашел. Блядь, как подлагала-то игра сейчас. Нихуя себе. Ой-ёй-ёй-ёй. Не надо фпс так просаживаться. Не с чего тебе. Так. Здесь у нас... Всё то же самое вроде. Да? Или здесь что-то новенькое есть? Дегтяревич уже жрать захотел со страху. Нет, я уже здесь был. Чёрт. Так, на видном месте я не нашёл вот этот документ. Тут что-то ещё есть. Где-то должен быть тут вход к бюреру. Вот здесь. Сюда вёл этот... Дверь, но здесь я ничего не вижу. Никаких дыр. Никаких бюреров, никого. Здесь ничего нет. Нужно... Нужно разобраться с этой локацией. С этой частью, точнее. Найти вход. Может, сюда как-то попасть можно? В эту... В эту... В местность. Здесь дверь... А, здесь дверь есть, но... Блин, как всё-то... Какая запутанная лаборатория. Замороченная. Хрен тут разберёшься. В какую сторону идти? Куда? Зачем? Дичь какая-то. Так, а тут хлеб есть? Ага. Ого, тушёночка. Можно взять. Блин, а... Что тут ещё? Где тут... Где тут остальные документы? Где тут... Где бюрер, чёрт подери? Почему его нет? И ещё одно место, где спрятан документ. Причём он так удачно расположился, этот документ, что его хер... Блять. Хер найдёшь. Вот это... Вот это место. Оно здесь для чего-то должно быть. Должен быть какой-то смысл. В том, что здесь вот этот проход. Хотя я вот честно... Не вижу никакого... Здесь ничего нет. Проходов никаких. Ничего нет. Но документацию кое-какую я нашёл. Но это ведь не всё ещё. В пределах комплекса могут остаться другие документы. Хе. Так. Найти бы их теперь, эти другие документы. А то тут кругами хожу. Так. Полазив тут некоторое время, я обнаружил, что в одном месте есть шахта лифта. Через которую, правопрыгав, можно запрыгнуть в другую комнату, в которой я как раз таки не был. Ох, мерзкий ублюдок. Я тебя найду и уничтожу. И здесь есть ещё доки. Ау. Ау. Не надо меня трогать. Меня коробки ломают тут уже, псы эти. Ай. Я куда-то упал. Господи, как тут за... Опа! Мне показалось, или я эту херню увидел сейчас? Она от меня сбежала? Мы уже близко к развязке этой эпопеи. Эта лаборатория довольно запутанная. Кстати, я думал, мне бюреры падутся, но... Но они мне не попались. Какие-то странные звуки. Опа! В лаборатории собрана вся документация. Можно оставить подземный комплекс. Вы тоже это слышите, да? Здесь вход нет. Этот звук мне знаком до жути. Ну как знаком? Я лишь пока что догадываюсь. Что контролёр заждался... ...моего прибытия. Кто бы это ни был, я сейчас ему стикфингер попробую сделать. Лишь бы это не был этот. И звуки по... ...всяко разные звуки появились, блядь. Прекрасно. Пси здоровья, минус 90. Жрать? Давай, употреби. Употреби эту хуйню. Отсоси члена моего вкусного и холёного. Говнюк. Слушай, нет, они... Я думал, они трёх бюреров туда запихают. Ну, напихали они туда контролёра одного. Ну, это логично, потому что контролёр в игре достаточно опасен. Крайне мере в СГМе. Я могу сказать, что я собрал теперь все документы. Там буквально оставшиеся два были в особой комнате, к которой я бы довольно долго бы добирался. Так, отлично. Я, конечно, ожидал немножко другого. Думал, что мне окажут серьёзное сопротивление. Но, видимо, не в этот раз. Так. Единственное, что... На входе могут попасться некоторые... Довольно-таки, как бы сказать... Достаточно агрессивные личности. Трикс. Опа! Это чё за хуйня? Чё тут происходит? Ебать! Чё, ты контролёр? Он должен был сдохнуть. Я не могу открыть инвентарь. Бля, вот это уже неожиданно. Тут какой-то трэш и садомия творится. Ща будем разбираться. Так. Так. Я, пожалуй, сожру ещё таблетон. Так, мне дали таблетку. Ой, тьфу, не таблетку. Где-то херня. А её тут нет. Судя по тому, что она в инвентаре появилась, я подумал, что она типа... Твою мать! Это... Это необычный контролёр! Это необычный контролёр! Это какой-то ёбнутый совершенно. Так. Похоже. Здесь должен был устроить на нас набег контролёр. И в этот раз контролёр попался какой-то ёбнутый. Вон отсюда тварь. И он устроил. Но... Так, похоже, что... Тут либо ещё один есть псих. Они устроили, но... В итоге... Этот контролёр всё им испортил. И они оказались под двойным огнём. Мало того, что тут я, так ещё и этот контролёр. Который не даёт возможность оружия использовать, если рядом с ним находиться. Как тот псевдогигант. Это, видимо, необычные модифицированные мутанты. Так, кстати, что насчёт броника? Пока что живём. Но скоро его чинить придётся по-любому. Так. Ну, сейчас доберёмся... А, миссия найти часового. Слушай, ну раз мы пошли, в принципе, нам ничего не мешает этой миссией заняться, я считаю. Единственное, далеко ли она находится. Она находится близко достаточно. Так, это мы не будем... А, это для шустрого, бля, надо было взять. Ну, мы сюда добежим ещё. Мы сюда добежим. Сейчас добежим, посмотрим, где там часовой. Что там у нас вообще? Так, слышу звуки выстрелов. У меня плохие предчувствия. Кому ж моляешь? Ой-ёй-ёй-ёй. Да, я его ёбнул. Воу. Часовой мёртв. Вёл себя неадекватно. Атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролёр. Только он... Только он меня не атаковал. Блядь, на меня сейчас нападёт? Чука! Пожалуйста. Не благодари, дружище. Я старался как мог. Блин, да. Майор, слушай. Есть разговор. С глазу на глаз. Так, с глазу на глаз. Сразу видно, что ударение какое-то нетипичное, непривычное. На глаз. Может быть, это украинское ударение? Кто его знает? Текс. А теперь... Теперь пора добежать. До задания Шустрова. Я хочу его выполнить. Ну, не выполнить, а забрать вот этот... Трофейный АУК. Стрелять-то я из него не буду по понятным причинам. Нафиг он мне нужен? По-моему, здесь вообще, в принципе, невозможно стрелять из орудий, которые мы берём для Шустрова. Они... Как... Ну, короче, я не знаю. Я попробую поместить их в инвентарь оружейный, но я не уверен, что так оно работает. В общем, сейчас доберёмся до места, где Шустрова оружие. И посмотрим. Надеюсь, там серьёзного сопротивления на меня окажут. Хотя... Могут и оказать вполне. Я не удивлюсь. Потому что... Деньги он платит не самые плохие. Будем честны за ту работу, которую он даёт. Так что, в принципе, может быть... И в этот раз создадут помехи для того, чтобы взять лёгкую добычу и получить за неё лёгкий кэш. Хуй вам. Никаких аномалий, блядь. Хер вам. Ишь, какие. В аномалии меня пихнуть захотели. Нет уж, нет уж. Так, мне попался ещё один артефакт. Это душа, наверное. Нет, это вообще херня СГМовская. А может и нет. О-о-о. Ишь, куда нас занесло-то? Так, тут два артефакта и очень много электрических аномалий. Я, собственно, это место избегал, потому что здесь... Мне померещилось? Мне показалось, что тут что-то промелькнуло. Короче, здесь зомбированные. И бюрер. Место довольно стрёмное. Ну, а раз уж меня сюда занёс КВ, значит, мне придётся попытаться его выполнить. Блядь, конечно, место мне-то не нравится ни разу. Ай-яй-яй. Ай-яй. Так, так, так. Не убивайте, пожалуйста, одинокого сталкера. Пусть поживёт мальчишка. Чё он вам? Так, отлично, мы выбрались. Две хорошие штуки взяли аномалии. Теперь сложность состоит в том, что надо убить врага. Бюрер. Здесь он тусит, и не только бюрер, но и его друзья. А его друзья... Муха. А его друзья... Кто это? Это зомбированные. А здесь есть чё-то? Блин, ты говно. Можешь меня... Понятно. Я, пожалуй, всё-таки возьму... Сайгу, потому что хуево знает, чё будет. Место, конечно, опасное. Так, здесь проход есть какой-то? Две нельзя открыть с этой стороны. А тут не пролезть. Ладно. Теперь надо найти лестницу. Я полагаю, она в другом месте находится. Здесь доков я не вижу никаких. Наверное, надо как-то через эти аномалии протиснуть свою задницу. Так, мы здесь прошли изначально. Детектор сварок. Давай, детка. А вот и наше искомое место. Так. Оружие уже у меня похерено. Значит, оно скоро, очень скоро будет клинить. Так, здесь где-то у нас лежит оружие. А, оно за стеной. Кто-то топчется, топчется. Я знаю, кто это. Я знаю, кто. Я уже готов с ним встретиться. Единственное, что эта псина может у меня оружие отобрать. Но я, блядь, хуй лажил на это дело. Эй, дружок, пирожок. Клуб кожевенников на два блока вниз. Пошел на... Охуеть! Он тупо зашиб меня моим оружием. Ну, это чисто баг был. Это баг. Это бред, нахуй. Меня бочкой не убьют. Меня холодильником максимум урон. Мне в голову зарядил моим оружием. Мудазвон жирный. Ох, я его сейчас гранатами отхуярю. Ох. Ох, я его отхуярю, блядь. Этого выродка. Ох, дружок, жди. Это двойные гранаты. Посмотрим, как ты переживешь с ними встречу, блядь. Давай, мой сладкий. Сейчас я тебя найду. Давай спенкер, блядь. Че, блядь, любитель спенкинга? Иди сюда. На, кушай, сука. Керти, блядь. Да пошел ты нахуй. Я тебя заторву голову. Понял? Иди сюда. Иди сюда, ты мелкая дрянь. Велико собрался, блядь, урод. Уебок, блядь. А? А? Паскуда. Сука, я тебя зарежу нахуй. Зарежу. Зарежу, дрянь. Ты не сможешь долго держать свой щит. Уебок. Противный говнюк. Пошел нахуй отсюда. Все равно скоро отъедешь у меня. Я буду гасить ножом эту псину. Давай умри уже. Ух ты, сука. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Вы видали, че он делает, блядь? Снук псина, блядь. Херти лысого, блядь. Два, три. Живой, живой, крепкий. Ну так, я несколько пуль ему в тушу. У него почти столько же прочности, сколько у химеры. Так. Это мое оружие, федрила, блядь. Это мое оружие, урод. Поняли? Это мое, блядь, оружие. Не твое, урод. Он сдох? Нет, он не сдох. Мое оружие, федрила. А ну-ка. Это мое оружие, мрак. Это че за... Еще и зависло, че-то, блядь. Багнулось. Что это за звук? Че-то я валю отсюда. Жесть. Ну и, блядь, бойня с этим мудаком бюрером. Редкостная тварь, однако. Короче, видимо, какая-то хуета застряла в кипсурах. Я валю отсюда. Как в жопу. Ох, че-то баги. Я, пожалуй, не буду ее трогать. Валю, не нахуй. Не ожидал я, что до такой степени бюрер психанет, что запихает текстуры сраный объект. У меня еще и багнулась эта херня. Воу. А, все, теперь у меня уже нет. Только вылезти бы как-то отсюда. Вон, сейчас будем разбираться. Опа, мне тут попался чел из Монолита. Это, вероятно, из той базы. Короче, в пизду. Я валю отсюда. В жопу, в жопу это место. А, тут же рядом Прометей. Ясное дело, блядь. Не буду с ним против. Не против, а за меня. Так, теперь можем побазарить с Ковальским. Боже, я валю из этого жуткого места к чертовой матери. Это место страшнее лаборатории было, как по мне, блядь. А бюреров мне так и не попалось. Попался один контролер. Благо, я уже знаю, как с ним стреляться. Ну и плюс эти умники, разрабы, засунули сюда контролера с особыми способностями, который не дает тебе стрелять. Особо так. Ну, это не то, что большая проблема. Так, зомбированная жопа. До свидания. Есть что интересное у вас? Жекан, говно. Надо ремонтировать сайгу. Сейчас, наверное, какая-нибудь херня на меня нападет. Да, нет? Не нападет. Так. Интересно, что сейчас за задание будет. Я прям даже... После того, что сейчас меня помотало. Вроде два задания все выполнил. Но какие задания, блядь? Только полчаса у меня на эту лабораторию ушло. Потому что она запутанная, пипец. Самое странное, что в этой части у меня не получилось открыть карту объекта, места, в котором я нахожусь. То бишь, общую карту открыть можно. А вот карту, например, лаборатории, хераз два. Тени Чернобыля, я помню, мне удавалось открывать карту. Не то, чтобы это что-то существенно давало, но позволяло там понять, что так. Я вот был здесь, был здесь, был здесь. Значит, мне надо сюда. Ну, типа... В общем, в это помогло. Так, тут монолитовские петушары. Что-то они... Что-то их много стало. Или... Сука, блядь. Мерзкие аномалии. Что ж такое-то, а? Юб твою мать. Не, ну все. Этот чинить надо. Кто, блядь? Где ты, крыса? Я тебя достану и башку тебе оторву. Послушай, умирай! Нюхо. Ты закрой ты рот свой, блядь, урод. Я тогда вас жизнь спасаю, а вы тут пиздите. Ох. Почему никто его не убил? Ладно, хер с ним. Я им тут... Лазаю тут по грязным местам. Они тебе, майор, бери оружие. Не-не-не. Зануды. А нахера вы бы этот выход оставили? Сюда придут мутанты? И что вы будете на верхнем этаже прятаться? Не продумано, не продумано, однако. Ладно. Допустим. Так. Так. Что сейчас будет? Майор, мы в полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшение ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зареза нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район. Но они пропали. День и блять. Личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Опа! Опа! Майор, появились новые задачи. Вы должны будете отправиться в темную долину. И разыскать там одного сталкера по кличке Бальтазар. С тем, чтобы получить от него документы, а впоследствии передать их нам. Предположительные данные об этом сталкере были отправлены на ваш КПК. Так же, майор, попасть в темную долину обыкновенным путем не представляется возможным. Есть информация, что на территории Юпитера расположена некоторая пространственная аномалия, некая, способная при правильном ее использовании отправить человека в нужное место. Найдите пространственную аномалию и используйте ее для путешествия в темную долину. Как только окажетесь, где нужно, первым делом разыщите лидеров сталкеров в темной долине. Наш источник утверждает, что его зовут Акулов, и он может располагать некой информацией о нашем Бальтазаре. Удачи вам, майор. Неожиданно! Помните, в одной из первых серий, когда я случайно, ну, впервые попал на плато, я случайно попал в портал, ну, еще один, вот, пространственную временную аномалию, и там появилась миссия найти Бальтазара. Я попал как раз в темную долину. Это, наверное, та самая аномалия. Нихера себе. Насчет наемников. Я вижу, в последний момент ты решил сменить цель. Ну, что? Тоже неплохое решение. Без лидера наемники уже не будут серьезной помехой. Помехой. Но люди заказчика ушли, и теперь могут наведаться в лабораторию. Так что, будь начеку. Винтовку оставь себе. И вот, держи. Боезапас к ней. Так. Такс. Короче, у меня появилось задание. Нужно. Командование требует отправления в темную долину. Но это ведь не единственное задание, или это единственное? Ага, радиопомехи. Так, ну первым делом я починюсь. Сколько стоит у тебя ремонт, пес? Насчет помех что-нибудь слышно? Обнаружил множество источников. Один из источников где-то рядом. Если его уничтожить, то вполне возможно, что появится связь с центром. Недостатки запчастей. Нихуя. Ах ты жопка. И правда у тебя нет. Блять. Твою мать. У меня нет запчастей, чтобы починить мое оружие. Придется полагаться на себя. Ремкомплектов для оружия нет. Это плохо. Сайга уже поломана на 50% примерно. Может у торговца есть? Посмотрим. Здравствуй, майор. Меня называют Феникс. Оказался здесь прачечный по причине смерти моего брата, Германика. Мне достоверно известно, что к этому причастен личный верховный жрец Монолита, Инквизитор. Этот мерзавец приклопнул брата, когда тот возвращался с Юпитера. Монолитовцы в углове с Инквизитором выследили его еще на Юпитере и следовали по пятам до тех самых пор, пока он не обнаружил их и не стал сопротивляться. Кто знает, если бы он добровольно сдался, может быть сейчас был бы еще жив. Я бы имел надежду еще раз уведеть своего брата. Но брата уже не вернуть. Можно только отомстить этому Инквизитору. Сочувствую. И где сейчас этот Инквизитор? Вы располагаете такой информацией? Так точно. Координаты есть. Вы, как мне кажется, как мне видится, можете мне в этом помочь. Верно? Да. Я могу разобраться с Инквизитором. О, нам дали задание по ликвидации Петушара из Монолита. Прикольно. Теперь надо найти торгаша. Десять тысяч. Дружок-пирожок. Дорого берешь. Патрон у меня, в принципе, есть. А вот чего у меня нет. Так этот... Блять. А, он, наверное, втором этаже. Короче, мне нужно купить римкомплект для оружия. Потому что, в противном случае, придется пиздюхать. На... Затон или Янов. Хотя, прикол в том, что без запчастей ничего чинить не будут тебе. Ну, гениально, блять. Нахуя мне тогда нужны эти ремонтники, если они без запчастей нихуя чинить не могут. О, слава богу, у тебя все есть, бля. Заебись, заебись. А это что такое? Содержит себе базу данных со всеми предметами, которые могут светить в зоне. Протативная энциклопедия. Прикольно. А это что такое? Армейский изолирующий бронекостюм. Говно. Говно. О, у него тут вообще пиздатый ассортимент. Что-то прям стоящее, я вижу. Так, 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 так. Давай-ка я тебе продам что-нибудь. Вот, например, вот это. В принципе, можно вот это продать. Вот это и вот это. И вот это. Остальное я продам уже в бороде. Вот это вот так, да. Генгин ап. Тыкс, чтобы еще тебе продать. Да, в принципе, наверное, вообще ничего не надо. Патронов у меня достаточно. Я думаю... Только дроби мало, но дроби у него не продается. Хорошо, что у тебя тут много всякого дерьма есть. Так. Еще одно задание. Операция Вулкан. Короче, у нас тут конкретная куча заданий. Просто куча. Радиопомехи. Убийство Инквизитора. Операция Вулкан полковника. Короче, нужно будет попотеть. Думаю, в следующей серии я займусь Инквизитором. Да. Им надо бы заняться. Но Юпитер у меня пока особо тут задач нет. Вот тут, кстати, есть, да. Командир, командование под... А, ну это фигня. Это потом. Короче, на Юпитер идти имеет смысл... Не Юпитер, а вот на Затон в последнюю очередь. Сейчас у меня другого рода задания. Основные это... Это задание с радиопомехами. Это Инквизиция. Еще одно. Найти пространственную аномалию. Я знаю одну пространственную аномалию, которая может переместить меня в темную долину. Но я не уверен, что она сработает. Так, как надо. Но я буду пробовать. Может быть, переместит меня она. А там, кто знает, нужно будет пробовать. Я не знаю там, какие нюансы. Для правильного использования. Последний раз, когда я туда переместился, я был, по-моему, в броне Сева или... Я не помню уже, как мне удалось туда попасть. Так, сколько эта хуйта весит? Три килограмма. Ну, не много, но не мало. Не знаю. Сойдет. Слушай, ну тут, кстати, есть кое-какое оружие, которое можно было бы сдать на запчасти. Вот это все. А, блядь. Лажа какая. Ладно, я выпью. А может и не выпью. Блядь, что ты будешь делать-то такой? Что это было? Там что-то, походу, через радио пробивается. Интересно. Вроде все. Почини мне что-нибудь. Сайго этот пидор мне не починит, видимо. Ладно, хер с ним. В следующей серии я займусь двумя миссиями, которые здесь есть. Ну, то есть я выполню задание по ликвидации Инквизитора. И вот это задание выполню. С радиопомехами. А затем отправлюсь, вероятно, на Затон. Постараюсь все это сделать в одной серии. Но там как пойдет. Это было жестко. Особенно, блядь, в этой лаборатории. Жестко еще было на выходе. Ну, туда и на входе, и на выходе. С этим контролером, конечно, охерел от жизни. Ох. Вот так вот. Так что, друзья, скоро увидимся. И услышимся. Прощайте, славяне.